В 1993 году компания ID Software выпустила на рынок игру Doom. Это событие сильно повлияло на игровую индустрию и сформировало целый новый игровой жанр. Но в те времена я, к сожалению, не смог оценить по достоинству данный шедевр, так как мог поиграть только в Dendy и никакие компьютеры в глаза не видел. Всем привет, это Лёха Макликбес и сегодня я вам немного расскажу про игры. Первые две части игры Doom представляют из себя более-менее типичные игры с жанра шутера, ну и естественно с поправкой на графику тех времен. Хотя для тех времен Doom был настоящим прорывом во всем, начиная с графики и заканчивая захватывающим игровым процессом. Было по-настоящему интересно кромсать адских демонов и прочих чудовищ пачками, а уровень сложности игр тех времен лишь добавлял азарта. В 2004 году что-то пошло не так и на свет появилась Doom 3. Эта игра уже была по духу и по своему настроению совсем другой игрой. И да, это моё личное мнение, спокойно фанаты. Дело в том, что в те времена началась настоящая гонка компьютерного вооружения и каждый издатель и разработчик хотели показать, что только их игры самые навороченные в плане графики и технологий. Я, конечно же, не буду спорить с тем, что третья часть Doom в те времена выглядела просто великолепно. Все эти блестящие поверхности, высококачественные текстуры и то, как вентиляционные решётки отбрасывают тени, это было всё просто превосходно. Но при этом создатели напрочь забыли о том самом старом духе Doom. Системные требования были и без того высокими, это при том, что от былого масштаба и большого количества монстров ничего не осталось. Вместо этого игрокам давали узкие коридоры и тёмную атмосферу какого-то ужастика-страшилки. И я считаю, что если бы игру с такой графикой в те времена выпустили по более классическим канонам Doom с огромными открытыми пространствами, толпами монстров, то тогда эта игра бы тормозила не на половине компьютеров тех времён, а вообще на всех. Doom 3, конечно же, обрёл своих фанатов, но, к сожалению или к счастью, это была уже совсем другая игра и эти фанаты были совсем другими людьми. И вот в мае 2016 года на прилавках очутился новый король мясистых экшенов. И это игра Doom. В этот раз они не стали давать ему какой-то новой порядковой цифры, а назвали его просто Doom, тем самым говоря, что это некое переосмысление концепции и возвращение к своим корням. Новый Doom вполне можно было бы назвать ремейком, но в последнее время выходило такое большое количество не очень качественных переизданий, что они полностью дискредитировали всяческие перезапуски игр. Тем более, что здесь на самом деле всё сделано с нуля, и игра лишь придерживается традиции старого Doom. В общем-то, игра смотрится и играется на первый взгляд как типичный представитель любого современного шутера. Но мнение это обманчиво, потому что эта игра в большей степени отличается от современных собратьев, чем от классического Doom. И главной проблемой большинства современных игр я считаю абсолютно казуаливание их. Ну то есть они стали просто очень лёгкими. Ведь в погоне за деньгами разработчики и издатели считают, что лучше сделать игру на максимально большую аудиторию. А чтобы новым игрокам было весело и задорно играть в свежие игрушки, делается всё для того, чтобы игра стала проще. И тут появляются все вот эти новомодные атрибуты с регенерацией жизни главного героя и сейвами за каждым углом. В итоге вызова для игрока в таких новых играх практически нету, и игрок как будто просто смотрит фильм. Недаром современные игры часто в интернете называют кинцом. Свежий Doom же изо всех сил старается вернуть былую атмосферу и старый игровой опыт. Игра даёт настоящий челлендж, особенно на уровне сложности выше среднего. При этом убивают игрока здесь очень часто и со вкусом. Но чёрт побери, это не заставляет тебя огорчаться. Это наоборот вызывает чувство какой-то эйфории. Ведь тот грёбаный рогатый демон, который только что тебя убил, перестаёт быть для тебя рядовым обычным врагом. Теперь убить этого подонка для тебя является делом чести и какой-то личной неприязни. И чёрт побери, это очень весело и забавно. Мерзкие исчадия адов вызывают великий азарт и хочется раз за разом разрывать их на куски. Благо для этих целей есть все средства. Начиная от солидного набора вооружения, который стал уже в принципе классическим. И заканчивая кучей пауэрапов, которые так или иначе помогают игроку бороться с нечистью. А главным нововведением в игре стала возможность вручную разорвать демона и тем самым казнить его. Работает это очень просто. Как только ваш враг получил определённое количество урона, он начинает мигать и требуется молниеносно устремиться к нему и добить его, разорвав на множество кусочков. И существует огромное количество способов сделать это с одним и тем же монстром. А монстров там полно. Данная механика наряду с общей сложностью игры позволяет свежо взглянуть на жанр боевика. Здесь вам не удастся спрятаться за какое-нибудь укрытие и отсидеться там отстреливаясь. Попав на поле боя, приходится носиться кругами по арене, прыгая, стреляя во всё, что движется и при этом стараясь самому не погибнуть. Ещё не стоит забывать о том, что здоровья и брони никогда не бывает много и сносится она на ура. Ровно то же самое можно сказать и про патроны, которых не бывает много и они постоянно расходуются. Вот и приходится постоянно бегать как у горелой по арене, комбинировать разные типы оружия, собирать пауэрапы и производить казнь. После одной хотя бы серьёзной стычки в этой игре руки натурально потеют, а ты чувствуешь себя усталым, но при этом довольным и по-хорошему злым. Ведь без злости здесь никак не победить всех этих адских супостатов. Между боями нам волю дадут погулять по местной карте, восстановить оружие и здоровье, а также поискать различные секреты. И тут игра вновь напоминает о былых временах и заставляет вспомнить, почему когда-то давно Doom называли бродилкой. Разных скрытых ништяков в этой игре припрятано довольно большое количество и все они могут помочь в не такой уж и простой борьбе с демонами. В общем я рекомендую вам не пробегать эту игру голопом, а вдумчиво поискать секреты, которые вам помогут в дальнейшем прохождении. И да, разработчики привнесли современные элементы в игру, такие как прокачку брони, оружия и самого персонажа. Все это вносит приятное разнообразие в игру и позволяет более эффективно сражаться с демонами. Например, оружие в игре теперь имеет по два возможных апгрейда, точнее направление этих апгрейдов. При этом одновременно носить и развивать можно только один, и это вносит правильный элемент комбинирования. Так что серьезно придется подумать над выбором правильной тактики. А тактика здесь значит очень многое, и ближе к концу игры игрок уже сможет разработать довольно эффективный план по тому, как бороться с тем или иным монстром. Конечно же в игре есть и сюжет, куда же нынче без него. Он повествует о колонии на Марсе, которая открыла портал в ад, и о том, как что-то пошло не так. В общем сюжет довольно банален, и игра сама как бы издевается над ним, побыстрее ввязывая вас в бой. Графика в игре выглядит на вполне крепком современном уровне. Создатели особенно не ставили для себя задачей удивить всех своими красотами, да и делать бенчмарки для современных видеокарт это не их задача. При этом же все выглядит достаточно приятно и со вкусом. Дизайн локаций и монстров веет брутальностью и настраивает на правильный лад. А звуковое сопровождение и главное металлические музыкальные композиции чудно влияют на атмосферу. В итоге тебе плевать абсолютно на все, лишь бы поскорее дали очередного адского барона, которому можно оторвать рог и засунуть по самой небалуйся. А теперь о печальном. К сожалению игра не вышла на macOS. Оценить по достоинству ее смогут обладатели ПК, Xbox One и PlayStation 4. Я понимаю, что эта игра напрямую не имеет отношения к тематике моего канала, да и вышла она уже довольно давно, так что я как обычно торможу с этим обзором. Но я люблю игры, а эта игра произвела на меня действительно очень сильное впечатление и я решил рассказать вам о ней. Это действительно очень крутая, по-настоящему мужская игра, которая наполнена драйвом и волей к победе. Я настоятельно рекомендую каждому ознакомиться с ней и составить свое собственное мнение. Вот таким вышло мое мнение об игре Doom 2016 года. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Если он вам понравился, ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал. И также, если вам не трудно, напишите в комментариях, что вы вообще думаете о роликах на игровую тематику на моем канале. Мне действительно важно ваше мнение. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok